Всем привет! Это Quality Motors. Мы рассказываем про обслуживание и ремонт автомобилей. И сегодня речь пойдет про очень важный этап любых восстановительных работ и в целом эксплуатации автомобиля. А именно про диагностику. Зачем ее делать, как ее делают и что будет, если не делать диагностику, мы сегодня расскажем вместе с нашим специалистом, мастером цеха Романом. Приветствую, Роман. Скажи, пожалуйста, почему мы в Quality Motors всегда, когда к нам приезжает автомобиль на обслуживание или ремонт, сначала проводим диагностику? Ну, это необходимо для того, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие серьезные неисправности в этом автомобиле. То есть диагностику важно проводить не только, когда уже что-то начало ломаться, а даже если автомобиль полностью исправен? Конечно. При приемке автомобиля составляется заказ-наряд, в котором указывается причина обращения. И в этом заказ-наряде существует такой пункт для механика, который будет обслуживать этот автомобиль, где указывается его порядок работы и выполнение этих работ. Согласно этой ведомости, он по очереди начинает проводить осмотр автомобиля, начиная от электрики и заканчивая ходовой частью автомобиля. Скажи, с чего мы начинаем диагностику? Вот машина к нам приехала в сервис, составили ведомость, как ты и сказал, и с чего мы начинаем диагностику? Механик осматривает исправность всех световых приборов, отсутствие каких-либо предупреждающих знаков на приборной панели автомобиля. Следующим этапом идет осмотр подкапотного пространства. Проверяется наличие всех жидкостей, антифриза, тормозной жидкости, наличие и уровень масла в двигателе. Также осматривается двигатель на наличие потеков и запотеваний, в каком состоянии находятся опоры силовых агрегатов, ну и какие-нибудь дополнительные дефекты, которые могут выявлены быть визуально. Скажи, пожалуйста, помимо рук мастеров, какие еще инструменты используются при диагностике автомобиля? Ну, значит, с помощью специального оборудования можно выяснить, в каком состоянии находится охлаждающая жидкость в автомобиле, в каком состоянии находится тормозная жидкость автомобиля. Также с помощью специального оборудования мы можем выявить исправность или неисправность аккумуляторной батареи. С помощью данного прибора можно выявить наличие влаги в тормозной жидкости автомобиля. В данном автомобиле тормозная жидкость находится в среднем состоянии. С помощью рефрактометра можно оценить состояние охлаждающей жидкости автомобиля. Берется проба из расширительного бачка, капается на стекло, и оптическим способом смотрится, в каком состоянии находится охлаждающая жидкость. С помощью данного прибора можно выявить состояние аккумуляторной батареи. Оно подключается на автомобиль напрямую, вносится специальные данные аккумуляторной батареи, и уже идет тест. Температура 20 градусов, полюсный аккумулятор обычный, ЕНО. Общество состояния удовлетворительное. Так, и теперь мы переходим к подвеске ходовой части. Да, следующий этап – это осмотр шасси автомобиля. То есть проверяется состояние салентблоков, состояние тормозных дисков, состояние выхлопной системы, наличие подтеков на поддонах двигателя, АКПП, состояние приводных ремней снизу, если видно, состояние приводов автомобиля, проверяется состояние тормозных колодок. При осмотре шасси смотрится состояние кардана, наличие люфтов на шаровых опорах, наличие люфтов на рулевых наконечниках, рулевых тяг, наличие других дефектов, которые можно выявить с помощью диагностики. А вот этот Duster вы уже продиагностировали, и расскажи, что нашли. Значит, во время диагностики было выявлено разрушение переднего левого тормозного диска. И также было замечено, что автомобиль находился в стороннем сервисе, где производил замену масла в ДВС. О чем свидетельствует тот факт, что фильтр установлен новый, и сливная пробка закручена свежая. Но сотрудники сервиса не увидели плохое состояние тормозного диска, после чего клиент был вынужден автомобиль доставлять на эвакуаторе в наш сервис. То есть именно поэтому мы всегда проводим диагностики? Да, в любом случае. И наши клиенты не сталкиваются с такими проблемами, чтобы это что-то просмотрели, не увидели или просто не захотели делать. По итогам диагностики заполняется дефектовочная ведомость, в которой указываются рекомендации мастера по ремонту автомобиля. Дальше эти рекомендации отправляются в отдел запасных частей, где проценивают эти запчасти и отдают мастеру-приемщику. То есть мы предлагаем клиенту уже готовое решение и говорим итоговую стоимость работы, запчасти и так далее. Доверяйте диагностику своих автомобилей профессионалам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Всего вам доброго.